Старые добрые нулевые Из них мы выбрали десятку лучших и решили рассказать вам о них Всем привет! С вами канал Шоу Бизнес, меня зовут Тёма И сегодня мы узнаем, какие треки вы скидывали друг к другу по Икпорту Открывает нашу десятку один из отцов русского хип-хопа А также человек, начавший целую эпоху гламурного рэпа Леголайз и его сволочи Они не боятся ни бога и ни черта Они носят клички, имена стер Они смотрят волком, готовы прыгнуть Композиция вошла в дебютный альбом Леги XL, который вышел в 2006-м Она стала главным саундтреком к одноименному фильму Который отметился не только сильнейшим сюжетом Но и парочкой скандалов, связанных с посылом и исторической достоверностью Также удивительно то, что музыку к этому треку написал никто иной, как Аркадий Укупник Я, если честно, сильно удивился Подписка не разглашений, без срока давности И ни любви, ни тоски, ни жалости И ни любви, ни тоски, ни жалости Когда мы увидели, что вы написали про этот трек, то были приятно удивлены Ведь Максим редкая гостья на нашем канале Но тем не менее, ее трек «Нежность» все-таки помнят и любят все От ценителей андеграунда до слушателей Чарта Муз ТВ Именно поэтому она сегодня здесь, на девятом месте Этот трек вышел на дебютном альбоме певицы «Трудный возраст» Половину этого релиза большая часть страны знает наизусть Ведь такие бессмертные хиты, как «Знаешь ли ты», «Ветром стать», «Отпускаю» и «Вышеназванная нежность» плотно засели на подкорке и уже стали частью культурного кода всех жителей СНГ Пластинка получила один золотой, один бриллиантовый и пять платиновых сертификаций Максим это та самая попсовая певица, чьи треки не стыдно слушать даже самым мужественным и грубым представителям сильного пола Неспроста «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном московского «Спартака» А Марина получила свои заслуженные 4% голосов от подписчиков шоу-бизнеса Что уж тут скрывать, у каждого молодого парня в 2007-м была хотя бы одна песня «Максим» Лично я постоянно гонял в телефоне «Мой рай», а вы? Восьмую строчку занимает загадочный диджей Дождик и его хит всех танцполов нулевых Почему же? Почему загадочный? Да потому что про него никто и ничего не знал Он появился буквально из ниоткуда и собственно туда же и пропал Но если верить различной информации в сети, то Дождика зовут Алексей Котлов Он родом из Татарстана и записал этот трек примерно в 2001-м Сначала «Почему же?» стала популярна в родном регионе И ее даже пытались отжать у автора, запугивая бандитами Затем слава распространилась по всей России путем сарафанного радио И так, уже к 2006-му вся страна задумывалась Почему же все-таки Дождик капает по лужам? Этот трек можно отнести к тем самым обезличенным и универсальным хитам на все времена Не так важно, кто его поет или в какой аранжировке он звучит На секундочку, помимо оригинальной версии существует целая куча неофициальных Все равно вы залипните на этот припев и будете слушать его до конца 5% голосов от наших зрителей – прямое тому доказательство Говоря о композициях, которые все передавали друг другу через Икпорт Нельзя не сказать об этих мелодиях Ведь саундтреки из культовых фильмов и сериалов Стояли на звонках у подавляющего большинства парней нулевых Так на седьмом месте очутились легендарная бригада И не менее легендарный бумер Наряду с вышеупомянутыми американскими продуктами поп-культуры В первой половине нулевых были безумно популярны бандитские фильмы Кто из нас не собирал квартет друзей в своем дворе И не представлял себя на месте Саши Белого или Рамы Ну а те, что постарше, перенимали повадки и принципы главных героев Некоторые люди, кстати, до сих пор им следуют Ну а что касается вирусности этих композиций То, думаю, среди нас нет ни одного человека Кто хоть бы раз не слышал эти мелодии на звонке у кого-нибудь Зачастую при покупке телефона Найти и передать себе эти саундтреки Было даже важнее переноса контактов 9% опрошенных именно так и посчитали И отдали свои голоса за всем любимые квартеты Ну а теперь настало время нашего хорошего друга И очень крутого рэпера Капы И его нетленного хита «Там на небе богам» Которая занимает почетное шестое место нашего сегодняшнего рейтинга Этот трек мы помним по сольному альбому «Втыкал», который вышел в 2005 году «Там на небе богам» стал не только главной композицией того релиза, но и самой популярной песней в дискографии рэпера Даже спустя 17 лет молодые люди, которым на момент выхода было 5, помнят и знают эту тему Нам очень приятно, что вы так же, как и мы, передавали по Экпорту настоящий олдскульный рэпчик А также напоминаем, что мы выпускали интересное интервью с самим Капой Очень советую посмотреть, получилось круто 10% подписчиков, которые проголосовали за отца бандитского рэпа России, не дадут соврать Пятерку лидеров открывает легендарная краснодарская группа «Триада» и их культовая песня «Дежавю» Этот трек вошел во второй альбом коллектива «Орион», вышедший в далеком 2005-м Спустя 17 лет можно с уверенностью сказать, что именно «Дежавю» — самая сильная работа того релиза Ведь даже несмотря на безупречную «Прощая Триада», сегодня каждый парень, выросший в нулевых, помнит эту непередаваемую мужскую исповедь наизусть «Дежавю» гулял по мобильникам дворовых пацанов еще долго, ведь у многих просто не было интернета, да и компьютеров тоже Поэтому единственным способом приобщиться к хип-хоп-культуре был и к порт, и тот самый мажор, который мог скачать новые MP3-шки из сети Написав в комментах про «Дежавю», вы попали в один из самых личных для автора видеотрека И судя по нашему телеграм-каналу, 11% наших подписчиков со мной полностью согласны Буквально в шаге от бронзы остановилась группа «НТЛ», которая на фоне множества московских и питерских коллективов читала самобытный новосибирский хип-хоп Второй альбом «НТЛ. Шаг в сторону» вышел осенью 2005-го И среди всего трек-листа можно было смело выделять три композиции, которые стали несомненными дворовыми хитами Это «Когда хоронят молодых», «Шапка-невидимка» и «Драгрейсинг» На фоне безумной популярности «Форсажа» и «Нитфоспид Андеграунд» последняя песня очень полюбилась именно молодым парням Которые были еще не в том возрасте, чтобы понять смысл того же «Когда хоронят молодых» «Стритрейсинг» набрал 12% голосов и уверенно обошел 6 предыдущих композиций Когда я увидел название этого трека в комментах, у меня сразу же пошли флешбеки Ведь именно эту тему мы могли гонять часами Думаю, вы тоже помните, как слушали треки на Sony Ericsson W800i, если вы были мажором Или на CMC K65, если вы были таким же, как автор этого видео Ура! Мы объявляем конкурс с призовым фондом в 10 тысяч рублей На самую оригинальную надпись на футболке, придуманную нашими подписчиками Пишите свой вариант надписи в комментариях под этим роликом Тот, кто наберет больше всего лайков, получит 5 тысяч рублей И 5 догоняющих его вариантов получат по 1 тысяче Мистер Чилл – это наша фабрика И мы с радостью объявляем вам о том, что уже делаем футболки и штаны Мистер Чилл И хотим привлечь вас к их разработке Покупая одежду бренда, вы помогаете шоу-бизнесу обрести независимость Помогаете строительству нашей студии шоу-бизнеса в Москве, где будут сниматься крутые интервьюхи И оплачиваете расходы на съемки документальных фильмов Именно благодаря вам, покупателям Мистер Чилл, уже сейчас снимается документалка про НТЛ в Новосибирске Спасибо вам большое Спасибо В третье место мы отдаем легендарной московской группе, чьи треки помогали нам справляться с самыми темными периодами нашей жизни Многоточия и их жизни свобода Дебютная пластинка точек навсегда вошла в список величайших альбомов в истории русского рэпа И заглавная композиция просто не могла не стать всенародно любимым хитом Да, была в жизни так бывает, но про нее и так много чего сказано А ведь жизни свобода ничуть не хуже Эта одновременно мрачная и мотивирующая баллада заставляет тебя задуматься о жизни и ее ценности Что невероятно важно Многоточия буквально на 1% обогнали новосибирских преследователей Они навсегда останутся одной из любимейших групп целого поколения Это те самые рэперы, на которых хотелось равняться Чью музыку не переставали слушать во всех дворах и подъездах нашей необъятной родины Неудивительно, что именно их вы достаточно часто упоминали в вопросах, связанных с этим видео Очень неожиданное серебро нашего топа достается самому современному треку видео АК-47 Алло, это Пакистан? Представьте себе, с момента его выхода прошло более 13 лет Каждый хочет от кусочка отломать побольше Чтоб не пустовали рощи ват и кроще С Пакистана родом взрочным солнцем мощно Просто вспомните Осень 2009-го Выходит альбом «Березовский» Отвирусившегося в сети уральского дуэта Ты открываешь его, а там те самые треки Которые будут помнить наизусть не одно поколение фанатов русского рэпа Витя и Максим АК вот так-то, кругом тонирован, слышь, малыш, ущетмен И, конечно же, алло, это Пакистан? Тогда парни переосмыслили хип-хоп, сделали его более стебным, народным и простым Конечно, в конце нулевых Экпорт уступал свое место технологии Bluetooth Но если вспоминать наш район, то даже в то время многие ходили со старыми кнопочными телефонами Которые едва ли могли поддерживать, как нам казалось, новомодную фичу Но даже несмотря на этот факт, 15% подписчиков нашего канала считает именно этот трек лучшим Наконец-то мы добрались до первого места И, опережая ваши комменты, скажу Нет, эту композицию исполняет немноготочие Нет, Дыши — это название группы, а не трека Ну а теперь, когда вопросов больше нет, перейдем к делу Если вы вдруг не понимаете, что происходит, скажу Песню «Взгляни на небо» уже много лет приписывают легендарной московской рэп-группе Да что тут говорить, видео с названием «Наготочие Дыши» собрало 55 миллионов просмотров на Ютубе На самом деле, этот трек был записан в 99-м в Ростове Композиция пролежала в столе до 2005-го Когда она посредством сарафанного радио распространилась по всей России И тогда недобросовестные производители пиратских дисков Включили ее в один из нелицензионных релизов «Наготочие» Ну а что было дальше, думаю, вы и сами знаете 19% опрошенных поставили «Взгляни на небо» на первое место Это очень неожиданно, ведь сегодня только настоящие олды вспомнят этот трек из середины нулевых Да и группа, которая ее исполняла, уже давно не существует Но радует одно Теперь вы не будете путать авторов песни А также вспомните свой старый Nokia, на котором слушали ее И на этом все Сегодня именно вы составили список лучших треков Которые мы передавали друг другу по Экпорту Пишите в комментах, какое видео вы еще хотели бы увидеть от канала Шоу Бизнес А также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокол Мир всем местным А сейчас рубрика «Лучшие треки молодых исполнителей», которые попались нам под руку Если хочешь попасть в наш ролик, присылай свои песни на электронную почту, которую видишь на экране Каждый день в этой игре я вижу лишь зависть и блеф Каменный век, скилл на ноле Весь ваш валаши закончен на дне Тикает таймер, время фатально Пустым из них стопором невербальный Парадоксально, универсальный Ортодоксально, вскрывающий тайны Забывая о проблемах, малолетки курят члены Называют себе хасло На хуй с пляжа, тут опасно Эй, Васюша, сядь послушай, тебе льют подливу уши Ваша школьная программа, сколько вешать соли в граммах Быстро приведет в инферно, катавалк совершенно верно Примиком доставит пекло, заберет твою душу не к